Несколько месяцев назад здесь были старые коридоры, кабинеты и палаты. Центральную больницу в Пачелме открыли в 1975 году и с тех пор здесь ни разу не проводили капитального ремонта. Ходили даже слухи о закрытии медучреждения, но два года назад начались изменения в лучшую сторону. Первым новый облик обрело педиатрическое отделение. Теперь преобразится и терапевтическое, а вместе с тем первый этаж поликлиники, расположенной в том же здании. Очень рада. Я многодетная мама. У меня и дети лежали. Очень благополучно все. И с врачами у нас. У нас очень врачи хорошие. Поэтому нам была нужна поликлиника. Вот и справились. Очень хорошо все. Комфортно. Мы вот сейчас лежим на дневном отделении и никак не дождемся, когда нам откроют наше терапевтическое отделение, чтобы можно было спокойно лечиться. Там ремонт просто идеальный. Обновление больницы стало возможным благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы. На ремонт поликлиники выделили 2 миллиона 100 тысяч рублей. Терапевтическое отделение обошлось в три раза дороже. На эти средства удалось заменить окна, канализацию, проводку, полностью обновить палаты. Помощь неоценимая. Вот для таких маленьких больниц, для таких районов небольших, как наш. Врачи у нас квалифицированные. И будут созданы все условия для пребывания пациентов в нормальных, хороших условиях. Население района давно ждало отремонт. У нас два года назад был отремонтирован также капитальный ремонт педиатрическое отделение. Сейчас вот мы дождались и в терапевтическом отделении. Подумали в Пачелнском районе и о кадровом пополнении. Для того, чтобы привлечь сюда молодых специалистов, администрация приобрела квартиры, которые будут выделять врачам на условиях социального найма. Все-таки возраст идет. И у нас высококвалифицированные специалисты участковой больницы. Когда придут сейчас пораньше молодежь, то те, которые медработники у нас работают, идет преемственность передачи опыта и знаний. То есть это тоже очень важно. Потому что мы все с вами приходили с институтов с амбициями. Ну а когда приходили в работу, естественно, опыт и наставничество. У руководства Пачелнской больницы уже есть планы на следующий год. Здесь намерены отремонтировать крышу и третий этаж со стационаром. Продолжение следует...